Всем хочу немножко показать нашу зиму. Какая она у нас в Нижневартовске. Вот у нас такие кучи огромные снега. Сейчас в этом году очень много снега, что у нас машины не справляются просто все это вывозить. Вот если стоишь рядом с кучей, то видно, что она достает у нас практически уже, смотрите, то третьего этажа. И все это не успевают просто вывозить. Смотрите какие они все заснежены. В этом году мы полностью снега. У нас сегодня минус 37. Я иду на работу. Не прощаюсь. Ну вот эта работа уже на финишной стадии находится наконец-то. Хочу вам показать, вот здесь вышит весь уже бэк. Поближе. Самый сложный бэк был на звездочках, как говорит моя дочь. Сейчас минуточку. Покажем вам каждую звездочку, хвостик, ножки. Надпись вышита металлизированной нитью. Я так понимаю, что модель, наверное. Вот так лучше видно все. Такие красивые звездочки на платье у девочки. Ушки. Кстати, Виктория говорила, что схема бэка на ушки и схема крестиков не совпадают на одном ушке. Я думаю, опытные вышивающиеся разберутся. Стирали эту работу. Что-то я не помню. Ну, раза четыре, наверное, точно стирала на эту работу. Сначала постирала, заметила, что были крестики, не отстирались от механического карандаша. Но она просто их не видела, их нужно было потереть. Она их не видела. Вот. А потом оставались следы от пялец. И почему-то в этот раз, ну, очень тяжело они отстирались. То пятнышко какое-то было. Вроде работа была недолго в процессе. Но, тем не менее, пяльца, вот, представляете, отстирались только на четвертый раз. Следы от пяльцев. В общем, моя дочь теперь тоже не любит пяльца, как и я. Ну, такая малышка чудесная получилась. Вот. И сейчас будет пришивать уже пришивные элементы. И будем оформлять. Ну, покажем ему, конечно же, ее в готовом виде. Итак, отшив окончательно закончил горжузки. Сейчас я попытаюсь вам показать поближе. Вот так ленточка пришилась к этой горжузке, к девочке. На сапожках пусинки бисер. И у нас, вот что, вот, сердечко здесь, конечно. И вот здесь, я надеюсь, вам видно. Специальность такого ракурса я показываю, чтобы вам было видно, как распушились ниточки шерстяные модера. Вот, специальная липучка для этого существует, которая вот вложена была в набор, которые вот распушили эти ниточки. Вот, я сейчас попытаюсь направить лампу так, чтобы тени не создавать. И покажу вам поближе. Вот так, наверное. Интересно, а что это? Объектив, наверное, да, так тень создает. Вот, посмотрите, как это выглядит. Вот. Вот такие пушистики. Пушистенький хвостик. Вот такой. Очень здорово получилось. Очень интересно. Вот такая девочка, лапочка. И сейчас я попробую показать вам. Здесь вот липучка, которой производились работы, пушительные, распушительные, которая входила в состав данного набора. Сейчас покажу вам крестики. Величение. Так, чересчур многовато взяла. Вот теперь хорошо видно. Так, немножко дрожит камера, но я держу ее в руках, чтобы было удобнее показывать всю работу, так как со станка мы ее уже сняли. Очень миленько получилось. Вот этот блик на зрачке получился за счет того, что, по-моему, белая ниточка прошита поперек черной. И давайте покажу вам, сколько осталось материалов от набора. Итак, ниточки. Вот такое количество ниток. Одни их. Здесь они вот таким образом идут. Один органайзер. И второй органайзер. Как видите, еще вот огромное количество ниток осталось. В этом наборе. И вот дополнительные пришивные элементы. Ленточка и бисер остался еще. И если посмотреть по размеру ленточки, смотрите, то можно еще одну, наверное, ленточку и пришить. И бисера сколько осталось. Ну, конечно, молодцы, не жадины. Компания Body Threads. Мне кажется, я не знаю, мы, конечно, Лене Бойцовой отправим все, что осталось от этого набора, схему, ниточки, пришивные элементы. И она нам потом окончательно и даст вердикт. Мне кажется, что здесь практически материалов осталось на второй отшив. Я думаю, ей вполне-вполне их даже и хватит. Вот. Ну, а мы уже эту красотулечку, пушистую лисичку, отнесем в багетку. И, может быть, даже уже завтра. У меня на этом все. А нет, не все, потому что я видео это вам покажу, наверное, когда мы ее уже оформим. Так что не прощаюсь. Обожаю нашу багетную мастерскую, которую мы выбрали. Все-таки удачный у нас выбор получился. Потому что вот вчера только закончила Вика пришивать элементы последнюю этой горжуськи. Поехали они с моим мужем в город. И, в общем, за 10 минут им оформили где-то, ну, может быть, 15 минут им оформили эту работу. То есть они выбрали багет. Он говорит, на обратном пути мы заедем к маме. Он говорит, если вы хотите, можете подождать 10-15 минут, я вам сделаю. Несмотря на то, что у него были другие там заказы. И еще он пригласил мою дочь в мастерскую и показал, можно сказать, ей мастер-класс. В общем, у нее столько восторгов. Она вчера приехала, рассказывала, мама, он делает так, а вот он делает этак, а вот так вот, вот так вот. У нее она получила дополнительный бонус, дополнительное удовольствие от всего этого процесса, от того, что видела, каким образом оформляют ее работу. И мы можем с уверенностью сказать, что наш багетчик на клей работы не сажает. За что ему огромное спасибо. Вот такой багет они выбрали, вот такую замечательную рамочку. Она бликует, конечно, сейчас день у нас, полдень. Вот такая пластиковая рамка. Под металлик она сделана. Стекло решили оформить все-таки... Так, чтобы вам не бликовало, покажу. Стекло решили все-таки оформить простое, потому что очень хотела, чтобы было видно бисер. А у нас из вариантов в нашем городе только вот простое получается, матовое, которое они называют почему-то антибликовым. И пластиковое еще. Но что-то про пластиковое они не подумали. Стекло такое вот. Но у нас, я бы не сказала, что прям так сильно свет бьет на то место, где будет висеть эта картина. Такого варианта рамки есть у нее еще других цветов. Красный есть. Так что вот в пару, которую будет вышивать Викагоржуйскую красненькую, мы уже заранее знаем, какой будет у нее вариант оформления. Комплект. Ну вот такая получилась прелесть. Вот такое милашество. Мне даже самой очень нравится, как это все выглядит. Вот мы очень довольны. И фирмой Body Threads довольны ее дизайнами, материалами, процессом отшивания. Все очень нам понравилось. Дочери в восторге полном. Дорого, конечно. Единственный только минус, ой, единственный только минус, это цена. Вот, ну, все остальное доставляет только сплошной восторг и удовольствие. Надеюсь, вам эта работа понравилась. У меня все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok